20-летний, то есть ей было тогда 20 с лишним лет, в основном всем было далеко за 30, в основном там были 40, 50, 60 лет, потому что все молодые тогда думали только об образовании. Она была самой молодой, то есть первой, кому еще не исполнилось 30. За 5 лет она стала роял-мастером. Сегодня у нее 6 роял-мастеров в семье, то есть помимо нее. Когда роял-мастера выходят на свою квалификацию, их отправляют на круиз на 10 дней, 11 ночей. То есть она поехала со своей семьей, это 7 семей, такая целая группа родственников поехала на один круиз. Она вот желает, чтобы... Атоми это семейный бизнес. Очень сложно строить бизнес в Атоме одному. Семья, друзья друг друга поддерживают, помогают, вместе строят. Я бы ничего не добился в Атоме, если бы не моя супруга. Я бы даже не начал. Только благодаря супруге я сегодня стою здесь и рассказываю вам об этом. Она говорит, что основные 3 пункта, 3 ключа к успеху в Атоме, это усилие, терпение, энтузиазм. Если у вас это присутствует, то вам успех неизбежен. И еще один человек, Пак Джи Йонг, стармастер, 30 лет. Почему я хочу о нем поговорить? Потому что это одно из первых видео вообще, которых я видел, помимо Пак Джи Йонг, когда я начал изучать. Он американский корейец, то есть он был рожден в Америке. Очень хорошо говорит по-английски, ну как родой. Почему мне понравилась его история? Потому что я находил в его логике, в его суждении много откликов. Каждую фразу, которую он говорил, я сидел и говорил, да, ты прав, так и есть. Я вам расскажу вкратце его историю. Он родился в Соединенных Штатах, когда его родители переехали сюда на заработок. Они занимались там бизнесом. И с 6 лет он ходил и переводил им. Он ходил с ними в банк и переводил, что такое кредиты, что такое взаимные интересы, и так далее, и так далее. Он не понимал, что это, но он знал язык, так как он с рождения там. И он все время участвовал во всех бизнес-встречах. И он всегда думал, что у моих родителей дела идут хорошо. Потому что они всегда на работе, потому что они бизнесмены, они трудятся, не покладая рук. Но в один момент он задумался, а почему я не вижу своих родителей? Почему вот они все время работают, я не вижу их вообще? Потому что они когда приходят, я сплю, когда я просыпаюсь, получается их нет уже. Я их вообще не вижу. Его осенило то, что мои родители работают так все время, потому что мы бедные. Потому что если они перестанут работать, у нас не будет средств, чтобы выживать в Америке. А в один день его родители обанкротились. И тогда на него достигло отчаяние. То есть ему было всего 11-12 лет. Он тогда впал в отчаяние. Если мои родители, которые работают усерднее всех, и они не смогли добиться успеха, они пахали, не покладая рук, если они не смогли достичь успеха. Как я достигну этого успеха? Тогда он дал себе обещание, что я к 30 годам стану миллионером. Я не знаю, каким образом, но я заработаю миллион долларов в состоянии. Ни вагу в каком виде, ни движимость, машины, предприятия. У меня будет миллион долларов в состоянии, и я смогу обеспечить жизнь своим родителям. Им больше не нужно будет работать. И он начал искать. Он искал, 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 но его мама отправила его на учебу. Он сказал, мама, учеба это потеря времени. Сколько времени там нужно учиться? Ты платишь за образование, время уходит, мы теряем деньги. Мама, нельзя терять время, нельзя терять деньги. Но корейский маму, она настояла, он пошел на обучение. Как вы думаете, какую специальность он выбрал? Маркетинг, маркетолог. Еще варианты. Бизнес-администрирование. Сейлс. Он выбрал теологию. Он выбрал теологию. Потому что в бизнесе, он сказал на тот момент, он уже многое понимал. Он видел бизнес-рождение. А про теологию он не знал ничего. И он задумался, если что-то есть где-то там после смерти, нужно изучить это. Он отучился, получается, жил в Штатах, и его позвали в Корее. Его друг в Корее позвал его, сказал, слушай, тут работы мечты. Платят много, работы мало. Супер. Он согласился, приехал. На самом деле работа была классная. Ему предложили должность профессора, он читал лекции. Он всего два раза ездил на работу, получал больше, чем 90% корейцев. Было все супер. Там он встретил свою жену, в жизни он начал налаживаться. Они влюбились, поженились. Классно. Пока в один прекрасный момент жена не сказала ему. Милый, мне нужен дип-кленсер. Дип-кленсер – это вот такое вот масло для снятия макияжа. Он тогда понятия не имел, что такое дип-кленсер. И сказал, ну окей, это, ну видимо, это какое-то мыло. Давай тебе купим мыло, без проблем. Я могу своей жене купить мыло. Она потащила его в мол. Тут он удивился. Зачем мы идем в мол, чтобы купить мыло? Ну окей, подошли к первому магазину. И там намазали, посмотрели, рассказали, какой он классный. Он спросил, сколько стоит? Кажется, 70 долларов. Он сказал, что? Ну про себя. 70 долларов, замыло. Повернулся к жене и сказал, дорогая, ты никогда не хочешь купить первый продукт, который тебе предложили. Давай прогуляемся, посмотрим еще. Зашел во второй магазин и спросил. То есть его уже не интересовало ничего, ни описание, ни фирма. Он хотел узнать, сколько стоит. То есть он смотрел, нигде не было цены. Подошел продавец, ну и сказал, потому что это стоит 90 долларов. Он подумал, блин, надо было брать ему тот. Но жене он тоже не понравился. Он подумал, правильно, моя дорогая жена не будет покупать такое дорогое мыло. Я же знаю свою жену, она разумная хозяйственная женщина. Жена ему сказала, слушай, мне подруги порекомендовали один магазин, давай пойдем туда. Он говорит, правильно. Моя жена сделала ресерч, то есть изучила. Она знает, что она хочет купить. Все-таки семейный бюджет общий. Они пошли в тот магазин и, к его удивлению, там Дип Клэнсфорд стоил 110 долларов. Они его купили. Когда приехали домой, он с любопытством наблюдал, что же она с ним будет делать. Что же это такое? Когда жена его открыла и начала выдавливать, он про себя считал 1 доллар, 2 доллара, 3 доллара. Начала снимать с себя тушь. Ее глаза стали красные, тушь до конца не снимать. Что она сделала потом? Взяла следующий тампон и 4 доллара, 5 долларов, 6 долларов. Он сидел, считал и не мог понять, как мыло может стоить так дорого, чтобы снять тушь. Потому что он знал, что у мейкапа, не мейкапа, а скинкер, то есть уход за кожей, понятно, он работает, он что-то делает. А здесь вот этот Дип Клэнсфорд находится на коже всего секунд 5-10, а потом смывается. Недолго. За что платятся деньги? Ну ладно, он смирился. Дип Клэнсфорд покупать же нет, видимо придется регулярно. В один день они приехали к ее родителям, и она забыла свой Дип Клэнсфорд. Они хотели вернуться домой, но жена сказала, ладно, давай я попойдусь один день без него. Когда она вышла из воды перед сном, у нее глаза были чистые. Он спросил, дорогая, чем ты воспользовалась? Я не знаю, там у мамы что-то было, я воспользовалась. Он спросил, как, тебе понравилось? Ты знаешь, в два раза лучше, чем мой. Он повернулся на бок и сказал, спокойной ночи, дорогая. Потому что он понимал, если в два раза лучше, соответственно в два раза дороже. Он не хотел продолжать этот разговор. Каким его удивлением было, когда он узнал, что этот Дип Клэнсфорд стоит 14 долларов? Как вы понимаете, это был Дип Клэнсфорд Атами. Тогда он задумался, слушай, если есть вещь, которая в два раза лучше, при этом в 8 раз дешевле, это же бизнес. Он начал изучать. Когда он зашел на сайт Атами, он очень сильно удивился, потому что лозу компанию, супер синергия единого сердца, творите добро, делайте благотворительно, занимайтесь этим, помогайте людям. Он не понял, куда он попал. Он подумал, что он ошибся с сайтом. Возможно, просто компания называется точно так же. Он изучал, изучал, изучал. Он потерял сон. Несколько ночей он изучал этот бизнес. Потом он пришел к жене, поставил на мой блогопередник и сказал, «Дорогая, мы займемся вот таким. Я бросаю свою профессорскую работу, мы займемся Атами». Жена посмотрел на него как сумасшедший. Как на сумасшедшего. Потому что сетевой бизнес, скорее, имеет очень низкую репутацию. Там большое количество различных сетевых пирамид, финансовых пирамид. Ты уверен, у тебя есть работа. Ты получаешь хорошие деньги. Наша жизнь обеспечена. Зачем тебе это? Он мне сказал, я понимаю, какой бы хорошей моя работа ни была, у меня осталось всего 4 года, чтобы исполнить обещания перед своими родителями. Мне уже 26 лет. 4 года осталось, и на работе профессора я не смогу заработать миллион долларов. Да, мы не будем ничего нуждаться. Но это будет жизнь по активному доходу. То есть пока я работаю, деньги есть. Как я перестану работать, денег нет. Я не могу больше ничем заниматься. Я хочу заняться этим. Я верю в это. За 9 месяцев он стал мастером продаж. За полтора года он вошел в лидерский клуб. И за 3 года стал стармастером в возрасте 29 лет. В 29 лет он заработал это состояние в миллион долларов и смог помочь своим родителям. Когда я слышал его историю, каждая его фраза, она находила у меня отклик. И когда он все объяснил, я его выслушал, я точно так же пошел к жене. Но мы уже тогда были в адрес. Но я сказал, дорогая, мы в следующем месяце будем мастерами продаж. Это был февраль. Жена тоже меня так посмотрела и не могла понять, как. Мы закрыли всего один бинарный шаг за январь. Это было уже, чтобы стать мастером продаж, нужно закрывать минимум 8 бинарных шагов. Ну не минимум, в среднем. 8 бинарных шагов за полмесяца. Как мы сможем стать уже в марте? Я ей сказал, мне нравится его история. Он шел к этому 3 года. Ему было 26 лет. Мне уже 34. Я уже отстаю на 8 лет. Я стану мастером продаж за 2 месяца. Я хочу догнать этого человека. Я тогда не был уверен на 100%, что у меня это получится, но я готов был сделать все необходимое, чтобы добиться этой цели. Был готов вложить свои деньги. К сожалению, к счастью, этого не понадобилось. Все сложилось само собой, естественным образом. Потому что людям очень нравится продукция. Люди любят качество. Люди могут распознать, что качественное, а что нет. Им нужно только попробовать. Наша основная задача, вот эти 2 месяца, это было мотивировать людей на покупки, чтобы они совершали покупки. Мы стараемся отправлять подарки, чтобы они попробовали побольше. И так, за 2 месяца мы уже построили сеть потребителей. И уже имеем с этого пассивный доход. То есть это возможно, это реально. Легко ли это или сложно, и да, и нет. Это и легко, это и сложно, все одновременно. Легко, потому что этим приятно заниматься. Мы любим то, что мы делаем. Мы никого не обманываем, мы никому ничего не втюхиваем. Мы объясняем просто все как есть. А люди сами принимают решения. И как правило, люди принимают решение стать потребителями. Даже если они не хотят строить бизнес. Так. На этом истории заканчиваются. Хочется сказать несколько фраз о формуле успеха. Эту формулу успеха я наблюдал, когда сидел в Корее на Академии Успехов. Я немного дополнил. То есть добавил еще одну перемену. То есть первое, от чего зависит успех, это знание. То есть невозможно преуспеть, если ты не знаешь. То есть тебе нужны знания. То есть с чего начинали тот же умы. С чего начинал я. Я поглощал информацию. Я пытался докопаться до сути. Пытался понять, как все это работает. Я рекомендую также всем изучать. Не верьте на слово. Изучайте сами. Смотрите. Убеждайтесь. Получайте знания. Знаниям нужно прибавить действия. Потому что если вы знаете и ничего не делаете, соответственно, нет никаких результатов. Это очевидно. То есть нужны действия. Причем действия нужны сейчас. Не нужно откладывать на потом. Не нужно себя жалеть. Очень часто мы видим, что люди себя жалеют. Говорят, вот мне уже столько лет. Я не могу это. Я не могу то. Люди в инсультном состоянии работают и выходят на ранги. Люди, которые с ограниченными возможностями, они работают и выходят на ранги. Все, что нужно, как говорит Пак Ангель, если вы можете разговаривать, или если вы можете печатать, если вы можете передвигаться, вам больше ничего не нужно, чтобы добиться успеха. Это все, что вам нужно. Все инструменты, которые вам необходимы. Следующее. Это опыт. Любой опыт, который накоплен человеком за его период жизни, может быть использован в атоме. Это жизненный опыт. Это профессиональный опыт. И это опыт использования продукции. Очень большая ошибка многих структур, которые мы наблюдаем, когда люди загораются на бизнес. Они видят деньги, они видят возможность, они видят цифры, они умеют читать. И они приглашают всех только на бизнес. Но человек, который думает только о бизнесе и только о деньгах, привлекает точно таких же людей, которые точно так же думают только о бизнесе и только о деньгах. Это классно. Деньги – это супер. Но очень сложно и практически невозможно добиться успеха с командой, если все думают только о деньгах. Нужно думать о людях. Нужно думать о продукции. Нужно знать продукцию. Нужно самому быть любителем и потребителем атоме. Это очень легко. То есть влюбиться в продукцию очень легко. Нужно просто начать пробовать. Потому что все покупают мыло, все покупают шампуни, все покупают химию бытовую, БАДы, витамины, предметы для нехода, забожей, косметику и так далее. Почему бы не покупать лучшее? Соответственно, опыт продукции очень важен. И чтобы все это работало эффективно, необходим инструмент. Необходима система успеха. Как раз Атоми дает нам этот инструмент. Пока мы на многих лекциях так страстно говорим, что я создал для вас такую систему, почему вы не можете понять, что у вас уже есть все, что вам нужно для успеха. Просто берите и действуйте. Еще раз подытожим. Знания плюс действия плюс опыт и все это в системе успеха. По маркетингу плану, по бинарным шагам, по структуре, по уровням дистрибьюторства и по уровням мастерства. У кого-нибудь есть вопросы? Может быть за обед у кого-то накопилось? Может быть кто-то с утра что-то недопонял? Сейчас у вас есть возможность поднять другу. Я вам отвечу на ваши вопросы. В Атоме есть еще такой пункт, что способности всех ваших партнеров становятся вашими способностями. И способности ваших спонсоров точно так же становятся вашими способностями. Мы с супругой разрабатывали контент специально, чтобы все могли им пользоваться. Информация, где мы объясняем маркетинг план, как строить структуру, как пользоваться сайтом, как пользоваться приложением, регистрировать людей в Корее и так далее. По продукции видео супруга записывает. Чтобы записать видео, уходит много времени. Уходят дни, ночи. Но мы продолжаем это делать и будем это делать, чтобы у всех людей был доступ к информации. Все вы можете ей пользоваться. Не обязательно вступать в нашу команду, чтобы у вас был доступ к этой информации. Она вообще доступна. Она доступна на YouTube, чтобы все могли пользоваться. Мы проводим эти семинары точно так, не закрытые, не только для нашей команды, мы проводим для всех. Все желающие могут прийти и получить информацию, потому что, конечно, каждый сам человек выбирает себе спонсора лично. Он выбирает человека, к которому он хочет идти. Он выбрал человека, потому что он согласен с его взглядами, согласен с его манерой ведения бизнеса и так далее, и так далее, и так далее. От спонсора зависит многое, но 90-95% зависит от вас самих. Поэтому большое значение, конечно, имеет, кого вы выбрали, но если вы уже кого-то выбрали, дальше же все в ваших руках. Как вы будете работать дальше, как вы будете строить бизнес, развиваться, все зависит от вас. Так, если вопросов нет, я хочу передать слово профессиональным тренерам Стелли Хигай и Динари Байбулек. Спасибо. Окей. Как ваше настроение сейчас? Отлично. Отлично, да? Увидели себя где позднее Семьгерево? Мастера, звездные мастера, роял? Классно, да? А вот представьте, что вы уже этим стали. Вот просто примерьте на себя. Вот такая одежда примеряем. Примерьте на себя благородство. Каково это? Размерчик? Нравится? Думаю, нравится. Правильно? Видно. Знаете, как нужно это проверять? Поднимите руки те, кто чувствует, что тот уровень финансовый, который у вас есть, как-то жмет вам. Не хватает денег, поднимите руки. Вот тесновато в этом. Тесновато. Ну вот, мало, мало, понимаете? Не тот размер.